Внезапно возникшие и забытые кампании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио «Болтком. Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас всех с Новым годом. И мы начинаем работу в этом году с темы «Рейл Балтика» и вообще нашей транспортной инфраструктуры. Поскольку мы видим, что именно транспорт больше всего пострадал сейчас в ситуации пандемии и в мировом масштабе, и в Латвии. И в этой ситуации вообще вопрос развития транспорта становится таким очень дискуссионным. Поскольку отрасль, которая приносила раньше доходы бюджету, становится явно дозационной. И очевидно, что в ближайшие несколько лет эта ситуация никак не изменится. В то же время у нас на повестке дня большой проект, который, с одной стороны, принесёт, наверное, значительные ресурсы в экономику Латвии, а с другой стороны, будет требовать затрат на своё содержание и так далее. Поэтому мы решили обратиться с этим вопросом о «Рейл Балтика» к специалисту, наверное, лучшему на сегодня в Латвии по этой теме, Ольге Петериной, которая является докторантом Балтийской международной академии, как раз готовит диссертацию к защите по теме «Рейл Балтика». Ольга, добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Итак, обсуждаем тему вложений в «Рейл Балтика», которые, как мы в прошлом году с вами говорили, в принципе, являются не столько выигрышем для латвийской экономики, сколько обузой, поскольку проект этот не будет самоокупаемым. Скорее всего, он потребует вложений со всех участников. И поэтому в этой связи возникает вопрос о том, что является целью этого проекта. Реальна ли пассажирская и транспортная мобильность или какие-то другие темы. И в этой связи хочется обсудить программу, вернее, не программу, а статью, которая вышла довольно давно, почти уже год назад в Институте исследований международной политики американском, которая была посвящена текущему состоянию транспортной инфраструктуры в Балтии. И в этой статье как раз обсуждается и тема «Виа Балтика», то есть шоссе, и тема «Рейл Балтика». И впрямую говорится о военном статусе этой железной дороги. То есть сейчас тайная становится явным или эта военная цель выходит на первый план, как вы считаете? Ну, давайте начнем с того, что, в принципе, большая часть развитых экономик нашей планеты являются военизированными. То есть США живет за счет военных расходов, их увеличения, постоянного создания каких-то военных ситуаций и увеличения расходов на покупку военных, ну, не знаю, оборудования и так далее и тому подобное. Россия точно так же, Китай. То есть всех остальных они провоцируют, и почти вся экономика, основная ее часть развивается за счет военной составляющей. То есть этот аспект, например, «Рейл Балтики» для никого не был удивлением сразу даже с самого начала развития проекта. То есть военная составляющая, ну, она просто не выносилась на обсуждение, да, скажем, стеснялись об этом говорить, вот, я думаю. Но дело в том, что мы понимаем, что развитие военной техники дошло до такого момента, что военная составляющая «Рейл Балтики», ну, она никого не пугает, поскольку все понимают, что один-два авиаударов или там ракетных каких-то, я не специалист в этом деле, да, и не будет никакой военной составляющей «Рейл Балтики». Но вот эта вот военная составляющая «Рейл Балтики», она может лишь поставить под удар прибалтийские страны. Вот, в принципе, весь этот аспект, скажем так. Но то, что это будет даже военной составляющей, может быть, это будет даже позволять балтийским странам шантажировать Евросоюз или, например, НАТО для увеличения финансирования их доли в постройке, поскольку по последним подсчетам стоимость «Рейл Балтики» увеличилась уже с 5,6 миллиардов до 7 миллиардов. Поэтому возникает такой вопрос, такой элемент шантажа как раз, который может быть вполне использован балтийскими странами, если они вынесут на первый план обсуждение стратегической военной цели, достигаемой каким-то образом там с помощью «Рейл Балтики». Ну, они тогда достроят хотя бы эту дорогу. Вот я считаю, что здесь только такой момент. Маркетинговый ход. Ну, вы полагаете, что балтийские страны такие умные подговорили американца Мэтью Томаса написать статью о том, как важно для, так сказать, военной безопасности при Балтике это транспортная магистраль? Или это все-таки инициатива Соединенных Штатов и их, так сказать, эстеблишмента какого-то? Вы имеете в виду строительство «Рейл Балтики» самой? Нет, нет, нет. Вот статью, о которой мы сейчас говорим, которая была публикована в «Оринг-полос-ресерчинге». Дело в том, что большую часть таких статей пишут люди далекие от самой «Рейл Балтики», в принципе. От понимания того, зачем она, которые, может быть, даже частично не знают, где географически находятся балтийские страны, но которые, например, много читают разных статей. То есть это те люди, которые не работают с первоисточником, скажем так, и у которых есть определенные пропагандистские цели. Ну, вот только с этой стороны. Я эту статью читала, понимаю, о чем вы говорите. Да, и к тому же никто не учитывает такой момент, что для того, чтобы вся техника военная пошла по «Рейл Балтики», она должна сначала пройти Польшу. А Польшу, как вы знаете, еще в 1939-1937 году никого не хотела к себе пускать ни с одной стороны, ни с другой стороны. Вот мнение Польши почему-то по этому вопросу никто не учитывает. Все думают, что «Рейл Балтика» вдруг откуда-то сразу там подключится, и все как по ней поедут. Для того, чтобы техника поехала по «Рейл Балтике», она должна сначала пересечь всю Польшу. Вот мнение Польши по этому вопросу еще никто не озвучивал, кстати. И почему-то про это никто не думает. Это очень важный аспект. Дело в том, что если даже говорить, что техника придет морем, то мы понимаем, что от моря «Рейл Балтика» выхода не имеет на материк. Она проходит выход один на Польшу. Пока Польша не озвучит свою позицию по этому вопросу, говорить о том, что «Рейл Балтика» имеет военное стратегическое значение, ну, просто бессмысленно. Ну, либо это будет таким популистским, вот именно маркетинговым ходом для того, чтобы мы выделили финансирование. Не более того. Это, на мой взгляд, поскольку я уже достаточно много изучила, как там будет, что ходить, и все такие вот эти вот нюансы такого экономического характера и регионального характера, все вот эти спорные моменты. Возможно, это возник такой разговор после того, как Литва объявила, что будет четыре военные площадки делать на «Рейл Балтик» для разгрузки техники. Когда это произошло с Литвой? В ноябре объявили они, что они будут строить рядом с «Рейл Балтика» пристраивать четыре площадки для разгрузки военной техники. Не военные площадки, извините за формулировку некорректную. Они будут делать четыре разгрузочные площадки для военной техники НАТО, якобы для проведения учений. Ну, как мы знаем, все учения обычно заканчиваются так, что после учений накапливается после каждых оставшаяся якобы техника, которую назад никто не увозит. И постепенно таким образом создаются постоянные военные базы. А потом туда просто приезжает личный состав с разных стран, которые у нас периодически, как мы видим, даже по объявлениям происходит смена. С разных стран приезжают и тренируются на определенной полевой площадке, ведению боя. То есть, ну, это такая стандартная схема. Я бы не сказала, что это имеет значительный смысл для развития или для строительства Рейл-Балтики. Если мы обсуждаем вопрос инвестиций, какого-то экономического там эффекта, то, в принципе, вот эта военно-стратегическая цель, о которой сейчас все заявляют, она, ну, может быть, процентов 10 будет иметь к этому отношение. Только лишь до финансирования ее, скажем так. Если сильно не заниматься пропагандой. Хорошо. Если отвлечься от пропаганды, а посмотреть все-таки на экономику. Стоимость проекта в очередной раз выросла. А как сегодня консессионеры между собой общаются, и насколько их цели все-таки согласованы на данный момент, и пришли ли они к реальному какому-то плану действий и пониманию того, как и что строить в первую очередь, может быть, как дальше продвигать этот проект? Или по-прежнему лебедь, рак и щука, каждый в свою сторону? Да, Евросоюз пытается склеить это каким-то образом, ну, то есть направить в одно русло действия всех трех стран, но это, в принципе, невозможно, поскольку Литва четко понимает, и я могу это подтвердить, например, тоже своими расчетами полностью, что для Литвы этот проект экономически выгоден. На самом деле. И по пассажирскому движению, и по грузовому он будет выгоден. И по экологическим показателям он будет выгоден только для Литвы. И Литва четко понимает, что она не хочет за счет получения прибыли на своем участке компенсировать убытки по латвийскому, по эстонскому участку, поскольку совместное владение инфраструктурой будет предполагать распределение доходов и расходов, естественно, на все три страны. Поэтому Литва совершенно обоснованно возмущается любому давлению ЕС о том, чтобы свою магистральную, скажем, стратегическую инфраструктуру, которая по закону принадлежит государству, в Латвии, кстати, тоже вся магистральная инфраструктура обязана принадлежать государству, как стратегический объект, что Евросоюз хочет заставить их совместному управлению. На самом деле такой практики нет. Есть несколько случаев уже опыта эксплуатации консессионерами, нескольких международных проектов, и все они проваливались на втором-третьем году эксплуатации, банкротились, и потом начиналась различная эксплуатация, разделенная, ну, скажем так, участками границы между Испанией и Францией отдельно. То есть начиналась все равно раздельная эксплуатация своих страновых участков. Нет примеров успешной эксплуатации консессионерами многонациональных проектов железной дороги. Нет. И не будет. И тогда мы будем дважды проигравшие. Во-первых, мы вложим, ну, какую-то часть, пусть это там 15% от суммы проекта. Мы еще сейчас не оцениваем там вложение города Риги на создание инфраструктуры, которая никак не предусмотрена данным проектом. Но мы вложим деньги, а потом еще будем нести убытки, получается. Да, убытки нести будут. Это будут оплачивать налогоплательщики Латвии. Но дело в том, что нормального экономического исследования по этому вопросу не делали. Оно, опять же, было проведено с точки зрения в целом Евросоюза. А как мы уже обсуждали с вами в прошлом году, что даже сейчас, например, вот, ну, в период, скажем, частичного какого-то кризиса экономики, вызванного пандемией и определенным падением экономики, да, соответственно, я понимаю, что финансироваться Рейл Балтика Евросоюзом будет. И сейчас, в период пандемии, не будет остановки только потому, что на строительстве будут зарабатывать фирмы Австрии, Германии, Испании, Швеции. Евросоюз будет развивать за счет строительства Рейл Балтики краткосрочную экономику экспортных, скажем так, машиностроительных стран. Потому что даже, когда проводился ремонт железнодорожного полотна, ну, 1520 колеи в Латвии, то железнодорожное полотно покупалось у шведских фирм, у австрийских фирм, а стрелочные переводы в Германии, ну, вот, что мы имеем в виду, естественно, это будет то же самое по колее 1435, потому что, ну, нет других производителей. Поэтому я, например, не сомневаюсь, что Рейл Балтика будет достроена в срок. Единственная проблема, которая может возникнуть при ее строительстве, это проблема отсрочки строительства в связи с, ну, не выкупом земель. Потому что государство до сих пор не выкупило землю у частных владельцев для того, чтобы строить. Об этом все молчат. Это самый шкурный, обычно, вопрос, извиняюсь за жаргон. Шкурный вопрос для владельцев земли, которые подсуетились и, так сказать, приобрели в стратегически важные участки. Вы знаете, ну, я не думаю, что шкурный вопрос для них. Я думаю, что когда была выявлена трасса, то эти участки земли уже три раза перекупили, и теперь они стоят в 10 раз дороже, как если бы на их выкуп был наложен запрет сразу государству. Да, ну, я имею в виду на их перепродажу после того, как определили, что по ним будет проходить эта страта международного значения. А это только латинский феномен, что государство не накладывало запрет на продажу этих участков? Или же во всех трех странах происходит примерно одно и то же? Нет, не могу сказать. Я не в курсе происходящего. Это, знаете, из области такого философского выражения «деньги любят тишину». Эти вопросы решаются в тишине, да? Никто ее в них не знает. А здесь обычно не нужна пропаганда или маркетинг, как в случае обоснования военно-стратегической цели этой трассы. Это тихий вопрос, который проходит, скажем так, за сценой. Но это очень важный вопрос, и на него пойдут как раз деньги государственные. То есть это за рамками проекта? Да, это за рамками проекта и за рамками вот этих новых 7 миллиардов уже более-менее понимаемых. А что в конце концов было решено по рижским затратам на переустройство, перестройку центра города? Как-то Рига обсуждала это с руководством Рейл-Балтика? Или, так сказать, они поплакали и решили, что надо колоться об этот кактус? Ну, я думаю, что, во-первых, с теми перетурбациями, которые проходили в этом году в Рижской думе, окончательного решения до сих пор не принято, скорее всего. Во-первых, наверное, что кто-то боится, скорее всего, брать на себя столь важные решения, ответственные. Потом за них, может быть, надо будет кому-то отвечать. И я думаю, что это все в состоянии желе находится. Знаете, когда с одной стороны там другую толкают, оно трясется, вроде как процесс идет. Вот примерно так. Пока ничего не решено. И, например, я могу сказать, что даже прагматичные немцы, которых все считают образцом расчетливости и так далее и тому подобное, на многих станциях, которые они переустраивали в центрах города, когда у себя строили высокоскоростные железные дороги. Яркий пример – это, по-моему, Гамбург. Не могу сейчас вспомнить название, извините, врать не буду, да, на мой взгляд, по-моему, это Гамбург. Но там стоимость строительства станции выросла, сейчас вы не ослышитесь, в 121 раз. В 121 раз. Да, из-за необходимости выкупать дорогостоящие участки земли, которые в итоге после уже там трех проектирований определились как необходимые для перестройки вокзала и, соответственно, всей инфраструктуры. То есть, ну, там же, когда строят, там же делают интермодальный центр, то есть автострады, да, соответственно, паркинги и так далее и тому подобное. Вот в 121 раз. Надо иметь в виду, что эти моменты даже не обсуждались еще пока по переустройству. Сколько потребуется вносить каких изменений для того, чтобы новый вокзал мог стать интермодальным центром, а не просто вокзалом Рейл-Балтики. Я думаю, что это будет выясняться, как обычно, там, да, на третьем, четвертом этапе и так далее. И называется, это будет, как всегда, внезапно, как зима. Ну, и, в общем-то, будет так, как там, у птички коготок увяз, все птички пропасть. Уже ввязались, отступать некуда. Ну, на самом деле, на самом деле, если рассматривать в долгосрочной перспективе, если рассматривать все-таки степень изношенности существующей железнодорожной инфраструктуры, да, 1520, мы все знаем, когда все это строилось, мы все знаем, что, например, 300 километров ЖД-полотна поменять им пришлось там, по-моему, обошлось там что-то 320 миллионов евро, то строительство новой инфраструктуры, но оно обязательно, да, в любом случае это обязательно. Мы понимаем, что, возможно, тот принцип, принятый сейчас в Европе, что надо обязательно делать расчет окупаемости вот этой вот стратегической инфраструктуры, он, ну, каким-то образом смещает акценты, заставляет людей лукавить, да, где-то вводить кого-то в заблуждение, чтобы сделать проект выгодным. Мне кажется, было бы проще, если бы вот откинули все вот эти кружева, скажем, да, и вот показали, что есть такое, называется, положение, как, вот есть скелет у человека, на который все нанизывается. Вот такая инфраструктура, железные дороги, да, автомобильные дороги, там, электроэнергетика сети, это скелет, который обязателен в наличии в любом государстве, даже если он никогда не окупится, только для обеспечения жизнедеятельности нормальной. Я считаю, что вот немного сместились акценты, все должно окупаться, вот у нас максимальная прибыль, оно не все должно окупаться, оно не может даже окупиться. Сейчас, после уже анализа, скажем, 20 лет, ну, уже 30, да, в Италии в 92-м году была введена железная дорога скоростная во Франции, там, 87-й, по-моему, год, первое ТГВ, все говорят о том, что окупаются лишь некоторые участки, остальное все субсидируется, как инфраструктура, так и, ну, я имею в виду, билетная политика. То есть это все убыточное, но это все за рамками, скажем так, мы не видим это. Плюс к тому же много уже есть исследований о том, что, во-первых, высокоскоростными железными дорогами в основном пользуются, уже даже в Китае есть такое исследование, хотя там все строится на государственные деньги, высокоскоростными железными дорогами обычно пользуются государственные служащие, потому что они получают командировочные, и все это оплачивается, опять же, за счет государства, все эти перемещения и их командировки. Плюс менеджеры, начиная с высшего и среднего звена, а люди с низким доходом, они исключены из перемещения на высокоскоростных железных дорогах, исключены, основная часть. Еще пенсионеры ездят, ну мы понимаем, да, сколько в Англии, в Швейцарии люди получают пенсию, и люди с больным сердцем, они просто не могут летать на самолете, и предпочитают наземный транспорт. То есть мы понимаем, создается ощущение уже после стольких лет эксплуатации, уже, знаете, такого анализа, который постфактум, да, осуществляется, уже видны определенные вещи, такие как, что, например, вот налогоплательщики Латвии будут, которые там получают зарплату по 500 евро, они будут платить налоги и содержать Рейл-Балтику, и оплачивать субсидии на перемещение государственных служащих для командировок по Рейл-Балтике. Это очень, ну, такой, конечно, аспект неприятный. И я думаю, что даже если будут субсидироваться все эти вещи, это же опять все за счет налогоплательщиков. То есть, а по грузовому движению мы тоже понимаем, что сейчас стоят вопросы, но, возможно, они будут решаться после 40-го года, когда все-таки Северный морской путь пойдет. Возможно. Я считаю, что какие-то перспективы положительные у этой железной дороги возникнут на самом деле не ранее 2040-го года. И они будут. Но продержаться бы до 2040-го, и было бы все хорошо тогда. Они будут. Я все-таки, Ольга, не понимаю. Вы говорите, с одной стороны, что любая инфраструктура – это скелет, который надо содержать, несмотря ни на что. Но, с другой стороны, мы помним, что инфраструктура широкой колеи 15-20, она не была дотационная. Она приносила и латвийской железной дороге доходы, и прибыль, и позволяла содержать 13 тысяч работающих, и государству дивиденды. То есть, все-таки такая инфраструктура может быть доходной? Или в случае скелетной колеи это невозможно? Нет, нет. Смотрите, если мы говорим про колею 15-20 и про ее доходность, давайте будем говорить, что последние 25 лет – это не было заслугой латвийской железной дороги. Это были остаточные инерционные движения механизма, запущенного в советское время, и отсутствие такой же инфраструктуры в российских портах. Давайте говорить честно. Это не заслуга менеджмента латвийской железной дороги. Вот их заслуга была в том, что этот инерционный механизм уже остановился и практически подошел к своему конечному этапу. Вот это будет заслуга латвийской железной дороги. Это, рейл-балтика – это другое. Здесь сейчас надо запустить механизм. А если у нас сидят там те же руководители, которые, извините, остановили механизм 1520 работы, то смотрим, чего мы будем ожидать. Какой может быть запуск нового механизма? То есть колея 1520 приносила 25 лет доход в бюджет лишь по инерции. Пока Россия не построила свою инфраструктуру. Все. Ну то есть вы политический аспект в этом случае предлагаете игнорировать? А вы знаете, да. Да, но я считаю, что любая политика, она все равно строится на экономике. Вы же заметили, что россияне, они нисколько не угрожали остановить транзит до того момента, пока они эту инфраструктуру строить не начали. Правильно? Они пользовались. Они пользовались ею. Все. Как только они построили, уже было понятно, что когда она будет введена в эксплуатацию, тогда включается политический механизм. Пока экономика не может себе этого позволить, политика туда не лезет. То есть если нет продукта замещения, никто ничего, никого не будет пугать. Потому что здесь, скажем так, здесь двухсторонняя была бы проблема, ну если по политике. То есть пока экономика России не позволила себе иметь новые порты, никакая политика никуда не включалась. Поэтому я политический аспект из момента доходности 1520 полностью исключаю. То есть это второстепенно. Это второстепенно. Опять тоже пропагандисты. Одни говорят с одной стороны, вот мы вам там ничего не дадим. Вторые говорят, а мы у вас транзит заберем. Но это все возникло только после строительства инфраструктуры в питерской стороне. То есть нам сейчас нужно всем приготовиться к тому, что этот ход как бы с востока на запад, он будет все более хереть. И рассчитывать на то, что Латвийская железная дорога возродится в своих прежних объемах, не приходится? Я думаю, что нет, потому что Латвийская железная дорога была составной частью именно конечной перехода на порты советской системы железных дорог. Она была лишь составляющей части. А поскольку, как мы всегда обсуждаем с вами, что это инерционный механизм, его что запускать очень долго, что останавливать? Поэтому Латвийская железная дорога, естественно, сейчас, если она не будет работать, например, как Литовская железная дорога, я не говорю, что все плохо в Прибалтике, да, и там невозможно что-то сделать. Литовцы же работают над этим. И у них получается. Но это, наверное, только потому, что они работают над этим. У них называется ожидать, что у тебя будет автоматическое продление постоянных договоров по транзиту, где ты будешь каждый год уведомлять о росте тарифов, оно прошло. То есть люди привыкли когда, что они ничего не делают, а просто каждый год увеличивают тариф, вряд ли их можно заставить работать заново. Знаете, есть такой анекдот про парапубличный дом, я извиняюсь, но он приличный. Называется, когда публичный дом перестает приносить доход, надо менять не койки, а его работников. Да. Ну вот это то же самое. Я про Латвийскую железную дорогу. Ну, наверное, не про всех работников, а про менеджмент. Нет, конечно. Но я даже не про менеджмент, а вы понимаете, я не могу говорить, что кто-то из них плохой, просто вот есть такое слово «система». Когда ты попадаешь в эту систему, и она не работает, то ты хоть головой бейся, хоть выпрыгивай там из нее. Ты не можешь сделать, да, если там отсутствует какая-то цепная реакция. Да. Хорошо, у нас есть звонки, давайте мы послушаем, что радиослушатели хотят у нас выяснить. Добрый день, говорите. Добрый день, а вот скажите, пожалуйста, вот как говорил Штирли с Шевенбергом, вот этот узел, Польша там что-то должна сказать, чтобы что-то на Рейл-Балтика заработало. И что там Польша может возразить тем, которые решили строить Р-Балтику? То есть это как-то немятно, непонятно. Объясните, пожалуйста. Да, спасибо вам. Ну, например, даже в последних во всех документах, которые Рейл-Балтика там, как руководствующие, в технической части, в операционной части пытаются представить, они все находятся на сайте Рейл-Балтики. Если есть интерес, можно с ними ознакомиться. Все консультанты пишут, что мы делали запрос о, ну, польской стороне, да, Министерству транспорта, там, еще кому-то, каким-то транспортным комиссиям, о том, насколько они заинтересованы в Рейл-Балтике, когда они будут обновлять свою железную дорогу, которая идет от границы Литвы до Сувалты. Польша молчит. Единственное выступление, которое было со стороны Польши, это было в 2017 году, когда представляли результаты Рейл-Балтики, и польский представитель сказал, до 2030 года нам этот проект неинтересен, и мы не будем направлять свои инвестиции, поскольку, извините, они-то должны за свои деньги обновить железную дорогу, свою подходящую границу Рейл-Балтики. Нам, говорит, это неинтересно, мы не будем это инвестировать. И если сейчас посмотреть, то есть такой документ, там что-то программа 2030 у поляков по обновлению железной дороги, по строительству вот этих высокоскоростных железных дорог, то вот этот участок до... Белосток, да, по-моему, город? Да. Да. Белосток, да. Белосток спрашивает и про них ничего не пишет, чтобы они негативно не отзывались. А вообще, можно просто посмотреть их программу реконструкции своих дорог, и там все четко видно. И есть выступление 2017 года представительства Министерства транспорта Польши. Поэтому про это никто не говорит. Это негативный момент, который, ну, скажем так, если говорить, ну, как, биржевая стоимость, да? Если говорить про польский участок, то биржевая стоимость Рейл-Балтики резко идет вниз. Ольга, ну, вы же говорили, что, в принципе, в прошлом году, когда мы встречались, что, в принципе, и по Балтийскому участку, ну, по Балтийской магистрали Рейл-Балтика реальная скорость не будет больше 120 км в час. Ну, то есть, как бы, можно ли говорить вообще? Где не будет таковой? Максимум будет 200-190. Ну, то есть, на... Они расчет ведут по максимальной скорости, которая фактически не соблюдается. Есть отчет Европейской палаты счетной, да? Где написано четко, что по всем высокоскоростным железным дорогам Европы, кроме пяти, кроме всего лишь пяти маршрутов, скорость ниже на 30% проектной. Вот, если у нас проектная скорость 240, да? У нас уже не 250, а 240 уже официально. Вот минус 30% сделайте, вот вам и будет 170-160. Это официальные документы все, это не то, что там мои какие-то утверждения. То есть, я говорю всегда со ссылкой на первоисточник, на анализ каких-то, ну, таких проверяющих, скажем, органов, да? Их документы лучше всего читать. И опять же, на документы те, за которые «Рэл Балтика» платила приличные суммы своим консультантам. Давайте еще прием звонок. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Алло. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Не получилось принять звонок. Давайте еще раз попробуем. Добрый день, говорите. Добрый день, здравствуйте. Вот у меня к вашим гостям вопрос. И все-таки во всем мире, при расчете каких-то проектов, тем более таких на 7 миллиардов, проводится экономическое обоснование. Скажите, пожалуйста, все-таки, а что будет с 2040 года? Что сюда придет? Рыба с северного морского пути? Или что придет сюда? Это первый вопрос. И второй вопрос. А как в Латвии будут обслуживаться одновременно 1520 колея и скоростная колея? Это где найдут таких работников, откуда они возьмутся и так далее? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, скажем так, давайте начнем со второй части по поводу интермодального перехода с одной колеи на другую. То есть, например, по латвийскому участку такой переход должен быть на Саласпилсе, в Литве такой переход на Каунасе. На Каунасе строят просто огромный хаб для упрощения интермодального перехода, для ускорения процессов перевалки грузов. По северному морскому пути придет не только рыба. Мы же не должны рассматривать этот участок дороги, ну, скажем так, в локальном плане. Мы понимаем, что российская инфраструктура железная, там тоже куча узких мест, и груз из Китая железной дорогой, когда идет, он идет дольше, чем он шел бы, если бы там не было никаких узких мест. По северному каналу идет очень долго, поскольку скорое таяние льдов в Арктике предполагает, что с 1935 года северный морской путь начнут все-таки эксплуатировать, куда бы они ни делись, по крайней мере, одного Китая хватит. И Китай строит очень активно свои ледоколы, то мы понимаем, что все китайские грузы, а также ископаемые какие-то, например, точно так же с Норвегии, с той же еще откуда-то, это все пойдет северным морским путем. С Китая товар будет идти, будет заходить на незамерзающие порты там в Швеции и будет потом переходить сюда. Мы понимаем, что часть вопросов, там надо смотреть на долгую перспективу, надо оценивать инфраструктуру, скажем так, на полмира, на весь евразийский регион, для того, чтобы понимать, какая будет перспектива в 1940 году. Она будет хорошая перспектива по грузовому движению, я считаю, но больше всего к этому, конечно, подготовлена Литва. Она очень хорошо подготовлена и к интермодальному переходу с 1520 на 1435. И я думаю, что они, вот я уже говорила неоднократно, что они за свои средства построят кусок дороги, такой же колеей от Каунаса до Клайпиды, что еще более упростит и еще более увеличит возможности транзита для Литвы. То есть литовцы проявляют какой-то более государственный подход, чем все остальные? Да, да. Вы знаете, вот на третью часть то, что мужчина задал вопрос, по поводу подготовки кадров. Вот по поводу как раз подхода литовцев, подготовки кадров. То есть у них все студенты, я уже тоже говорила сейчас, из Гедеминоса, из Кауновского технического университета, они работают, вживую работают на Рейл-Балтике, они работают с проектировщиками немецкими, шведскими, но не приставлены к ним просто, чтобы учиться. Знаете, литовцы сейчас делают так, как китайцы делали, когда запускали к себе Сименс или каких-то других там высокотехнологичных компаний и ставили туда своих работников на стажировку. Литовцы делают то же самое, у них сейчас уже идет подготовка. Вот понимаете, например, я, например, возник вопрос, делал анализ, там не такой большой, там по тайваньской железной дороге, скоростной, точно так же. Они первые два года просто почти были банкроты, только потому, что машинисты новых поездов не были подготовлены местных. Ну, такой простой вопрос. Профессиональные кадры именно среднего состава, и вот такие, как машинисты, то есть обслуживающий персонал по технической части, литовцы его готовят, уже готовят, сейчас только 20-й год. И они будут полностью готовы для того, чтобы у них не возникало тормозов. Я не вижу в Латвии такого же направления. То есть у нас ни в РТУ, ни в ТСИ не открывают каких-то новых, скажем так. Я не говорю про факультет, потому что целый факультет готовит, но можно было, да, там какие-то группы кого-то набирать, чтобы это финансировалось государством, ну, как минимум. Ну, этого пока нет. Может быть, будет. Литовцы уже делают это сейчас. Это по поводу подготовки кадров. Вот здесь государственный подход и виден разница в государственном подходе к этому проекту. Ну, может быть, это опять же от того, что литовцы понимают, что он будет у них прибыльный на их участке. Может быть, поэтому. А насколько литовский фактор и какой-то польско-литовская уния может сыграть роль там в успехе Рейл Балтика? Могут литовцы там воздействовать на Польшу или как-то кооптироваться с ними, как вы считаете? Вы знаете, вот самый первый фактор, который, вот, как вы говорите, польско-литовская уния, да, самый первый фактор успеха – это будет то, что поляки строят атомные электростанции, и у литовцев будут получать, начиная с 30-го года, скорее всего, вот эту дешевую электроэнергию, которая считается, ну, она, конечно, если что-то с ней случится, всех убьет, но экологически она считается чистой, да? И, соответственно, расходы на электроэнергию по Рейл Балтика оцениваются в объем не менее 17%, а если будет еще и низкая загрузка, то тогда она будет выше, да, скажем, там, процентов до 25, то есть одна четвертая может дойти, ну, одна пятая точно. То есть мы понимаем, что если литовцы будут брать у поляков дешевую электроэнергию, то у них эта расходная часть, она может упасть до 8-9, а, соответственно, то, что сэкономлено, это тоже заработано. Вот вам примерно, пример, скажем так, положительного сотрудничества польско-литовской унии. Хорошо, а если у нас общий Балтийский пул, почему мы не можем получать ту же самую дешевую энергию и сокращать свои расходы? Конечно, можем. Литва при этом будет зарабатывать за то, что передает эту электроэнергию по своим сетям. Опять же заработают они. Опять же заработают литовцы. Ну, давайте еще приятно. Но, там еще вопрос в том, что, ну, насколько, как бы, да, разрешительная мощность передачи сетей будет. Потому что там же есть переходы с одной стороны в другую, да, то есть если у Латвии мощность больше переходов, если с Эстонии она принимает электроэнергию, но не с Литвы пока. Здесь тоже вопрос капиталовложения, но уже в другую отрасль. Угу. Давайте еще примем звонок. Добрый день. Говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте. Да. Вот скажите, пожалуйста, да, ну, я так понял, что Рейл Байлкин там, как-то, планируется, что разовьется к 2020 году, да, вот, а по данным Организации Объединенных Наций, да, к 50-му году население Латвии сократится до населения Лихтенштейна, да. Вот. И у меня тогда вопрос, кто все это будет обслуживать, и для кого все это делается вообще? Угу. Понятно. Да, спасибо. Ну, сокращение населения идет во всех балтийских странах, да, кроме Эстонии, кажется, у них там прекратилось. Ну, в Эстонии там небольшой прибыль, возврат, в Вейтву начали возвращаться люди после того, как там началась сейчас экономика развиваться, поэтому я не могу сказать, что прогнозы ООН делает, ну, там, регрессионный анализ, да, на основе последних, там, стольки-то, стольки-то лет. Вот. Когда я готовила свою диссертацию, например, и смотрела, я же тоже считала, там, анализ населения с 98-го года, то я могу сказать, что скоро, в принципе, население даже, хотя бы достигнет уровня 98-го года. А далее мы же не знаем, в принципе, ничего, что будет в 50-м. Мы в прошлом году-то не могли знать, что все будут по домам сидеть, да? Да. С комендантским часом. Поэтому прогнозы ООН до 50-го года, ну, это такое, просто людям же нужно деньги там отрабатывать, они же там что-то должны делать, как-то рисовать, какие-то долгосрочные перспективы. Они все рассчитаны, опять же, тоже там смотришь, они берут статистику одной страны, другой страны, третьей страны, потом еще каких-то источников. А вот, например, когда смотришь статистику Евростата, статистику Литвы, Латвии, Эстонии, даже там, ну, извините, по факту уже данные разнятся. Просто потому что методика подсчета разная. Поэтому о чем мы можем говорить о качестве прогноза на 50-й год? Вот. Просто, да, я понимаю, что когда в один источник залезешь, в другой источник зайдешь, посмотришь, в третий, потом думаешь, господи, роди меня, мама, обратно. Давайте последний звонок примем. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Вам не кажется, что ваша идея, что из Китая грузы пойдут по северному морскому пути в Швецию, а потом, как они попадут на Райл Балтика, что это все вообще фантазия и такая утопия какая-то? Это вам не кажется, само это все? Спасибо. Спасибо. Ну, скажем так, когда Циолковский свои чертежи, да, летательных аппаратов представлял, всем тоже казалось, это утопия, да, как мы помним. Вот. Многие вещи казались утопиями, но на самом деле, например, то, что с Финляндии может сюда потом, там, я не говорю про тоннель, но какой-то там, возможно, путь будет. Возможно, все-таки мы же тоже не знаем, каким образом отношения с Россией будут строиться. Возможно, вообще все это пойдет просто-напросто там через Мурманск и в итоге потом, опять же, по колее 1520 с переходом на 1435. Мы не знаем ничего, мы не понимаем, какая будет геополитика через 20 лет, но она в любом случае будет зависеть от экономики. Если будет необходимость эти грузы возить, и не будет других моментов, и будут понимать, что строительство там такого-то тоннеля с Финляндии до Эстонии будет стоить определенные деньги, но они окупятся за счет грузов из Китая, то его построят. Ну, может быть, и хвостик сделают через Россию, в конце концов, через Финляндию. Да, будут что-то через Питер где-то возить. Потому что все равно в любом случае все мощности любой инфраструктуры, они ограничены, да, каким-то там, ну, проектными показателями. Все. И мы понимаем, что, например, морской транспорт, вот, ну, нет активной постройки, например, судов. Мы же все время слышим о том, как очередное рыболовецкое судно или там еще какое-то, которому там уже 40-50 лет, оно то затонуло, то еще что-нибудь, да, ну, вот какие-то такие вот нюансы. То есть мы должны понимать, что морской транспорт тоже сейчас, кроме Китая, практически никто не строит. Ну, и россияне там еще тоже строят. Все. То есть в инфраструктуру никто не вкладывается, а судя по тому, что 80% морских, ой, морских, мировых грузов перевозится морским транспортом, там тоже инфраструктура очень значительно устаревшая. Ну, тут просто, я говорю, надо смотреть комплекс факторов. Нельзя смотреть одну Рейл-Балтик. Надо смотреть и морскую инфраструктуру, и портовую инфраструктуру, и китайскую инфраструктуру, и железную дорогу России, для того, чтобы понимать, какой в итоге может стать потребность у Рейл-Балтика. И тот же Суэцкий канал, и все остальное. Подытоживая наш разговор сегодня о Рейл-Балтика с докторантом Балтийской международной академии, экономистом Ольгой Петериной, мы можем сказать, что этот проект будет реализовываться, поскольку он дает краткосрочный экономический импульс, и, наверное, Латвии стоило бы поучиться у Литвы тому, как относиться к таким проектам, как их реализовывать, как готовиться к ним, и извлекать из них максимальный эффект. Спасибо радиослушателю за то, что звонили в студию. Я думаю, что мы еще не раз поговорим о Рейл-Балтика и о других вещах, связанных с международными проектами с Ольгой Петериной. Спасибо, Ольга, за участие в нашей программе. С вами была автор и ведущая Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего вам доброго. До встречи через неделю.